да вот второй сюда поеду все в 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 Заболела. Заболела. Походи, что болеет. Проходи. Десятки людей, мы приходим. Стрелябья, в главном поле. Хорошо. Ты устаешь. Собирай, что угодно. Слезай, глаза в разные стороны. Что делать? Все здорово. Продолжение следует... 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 вам и сия с вами во все дни до скончания века аминь дух святой воодушевляет доверившихся ему и сам подает нужные мысли слова и память и он златоуст не возлагай всего на нас восклицает он неоднократно вы конечно овцы но не бессловесные а разумные доколе нам беседовать с вами об этой жизни у апостолов так не бывало они всегда миновали тех учеников которые учились у них прежде оставляя их учителями других желающих учиться потому-то они и могли обойтись обойти всю вселенную что не были привязаны к одному месту подумайте сколько нужно преподать учения братьям вашим по деревням и самим учителям их а вы держите меня приковав к себе потому что прежде чем хорошо будет построена голова не следует ли идти другим членам вы все возлагаете на нас тогда как только бы вам надлежало учиться у нас а женам вашим у вас детям тоже у вас напротив вы все оставляете нам от того-то и много труда пастыря стихи 17 по 25 первосвященник же и с ним все принадлежащие принадлежавшие к ереси садукейской исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу но ангел господин ночью отворил двери темницы и выведя их сказал идите и ставшего храме говорите народу все сии слова жизни они выслушав вошли утром храм и учили между тем первосвященник и которые с ним придя созвали синедрион и всех старейшин и сынов израилевых и послали в темницу привести апостолов но служители придя не нашли их в темнице и возвратившись донесли говоря темницу мы нашли запертую со всеми со всею предосторожностью и стражей стоящими перед дверями но отворив не нашли в ней никого когда услышали эти слова первосвященники начальных стражи и прочие первосвященники не вдомевали чтобы это значило пришел же некто и донес им говоря вот мужи которых вы заключили в темницу стоят в храме и учат народ толкование теперь нападаются теперь нападают на апостолов с большим ожесточением но не тотчас начинают судить их думая что общественная стража сильнее поразит их сначала печаль по причине вознесения христова потом радость по причине сошествия святого духа снова печаль от людей ругавшихся за над ними и снова радость от умножения верующих и от знамения чудес далее опять печаль вследствие заключение петра и иоанна 4 3 и опять радость вследствие оправдания наконец теперь от блеска и знамений радость от архиерея и тех что схватили их печаль до их жизнь можно сказать такова какова жизнь всех живущих боги ангел же господин ночью отверз двери темницы и вывел их на радость им и на пользу иудеев богу нашему слава во веки они традиции болящих всех помнили да как у александр михайловна она дома да она дома помогает и хорошо таня двух она есть швы снимала и отрабатывать помогает люди будут она крепится духом она не падает но дела не важно помогите господи молитесь она бодрая думаете выписку сфотографировать прислать мне выписку из болезни которые или таня вот будь на это на перевязке пусть она сделает меня поле раньше будильника постучала в стенку мама я заболела температура высокая горло прошу молиться там собиралась внук мой я тоже хворает уже вот он что-то периодически вроде как поправится опять опять температура уже вторые сутки под 39 и выше помолитесь она тоже хворает тоже температуре я выздоравливаю всех хворот благодаря всех кто бы мне болелся разобрал меня такой кашель что слышите вот я осипла это я еще с вами разговариваю мне вообще было не слышно да сухой кашель но вроде полегче завтра выписывают я надеюсь что не сразу тебя отправят да помогите господи помолитесь чтоб господь ее еще дома оставил на некоторое время прошу продолжать молиться о моей ситуации о которой я уже вам рассказывал простите что надоедаю вам но ситуация остается почти кришней несмотря на то что я тут купил подарки всем им и христос волосы они принялись подарки все нормально вроде как но напряжение остается и еще сегодня я пойду на похороны моего друга однокурсника друга с первых дней института все время были дружны он много помогал нашим близким практически семейный врач дерматолог кандидат медицинских наук зовут его виктор ну кто расположен чтобы господь если угодно хоть как-то облегчить его участь он так до конца не принял и слушал меня но до конца не принял зато его дочь тоже теперь дерматолог она принимает эстафету от отца своего она приняла и она ходит в храм молится не отец такой дочь не знаю как сын потому что сегодня только увижу его после окончания института он уехал туда в европейскую часть россии там работает и делает помогите чтобы господь мне дал разумение правильно проповедовать слово божье благовествовать и проповедовать именно благовествовать возьму с собой евангелие поеду туда вот такие просьбы а у вас голосом все в порядке такое ощущение что вы тоже привалили ну это мелочи на которой так еще у кого слово есть где братья меня на прошлое воскресенье не было на праздничной службе ну и потому что я заболела и на этой неделе получается подхватили так сказать эстафету мои братья удивилась я хотел сказать что раиса николаевна 14 апреля отошла и вот ее дочь вера она ходила на занятия и крыльнотихную еще в университете ну как бы она всем была знакома не воинствующая была ничего иногда в храм ходила но не такая как бы тяжелая жизнь нелегкая одиночка жила с мамой раиса николаевна очень хотела здесь остаться но все так обстоятельства сложились что нужно было ехать там родила внучка которая тоже ходила на занятия помните ее может быть молоденькая еще она была там лет 16 и 17 ну вот она наконец-то вышла замуж за дела и вот нужно было ехать туда ухаживать потому что москва город большой и она очень переживала вот вера что маму отсюда забрала из нашей общины потому что ей говорит с вами было очень хорошо и за ней пригляд был и она сама очень радостно ну а туда уехали ну там братья несколько раз ее вывели вывез вывели все в свет да можно так сказать она совершенно уже последний год ничего не видела и это ее до такой степени угнетала что она говорит перестала многих узнавать я даже не знаю кого она узнавала практически никого уже не узнавала но всегда молилась я говорит ее разбирала почти до последнего дня в последние часы непонятно она постоянно что-то бормотал ну наверное она она вспомнила молитву горит такое мы там с ней вместе поговорили ангел христов святой хранитель мы моли бога мне грешно то есть вот это вот она постоит ну как бы это она поняла может быть еще что-то говорили поэтому и она попросила чтобы мы и упомянули сегодня вспомнили добрым словом какая она была но она крестилась в девяносто пятом году по моим девяносто пятом году крестилась раньше чем я проповедовала постоянно она беседовала и в транспорте и с нами ходила на на благовестия по-настоящему разговаривали с людьми раз рассказывал о христе всегда везде не стеснялась вообще нисколько до воздаст господь и за это не стеснением ангелами своими и поэтому ну можно не вспомнить какая в истинно верующей сестре которая благовествовала которая хотелось чтобы другие знали об этом и она действительно любила людей самое главное желала им чтобы они были все в царстве и небесном немало не сомневаюсь у меня допустим лично такое очень радостное такое торжественное состояние ушло и дочь попросила передать некоторые вот поминальные предметы которые у нас как бы в благочестивом состоянии нашей церкви вот они упоминаются поэтому берите кто не взял еще и если кто может другим передайте братьям и сестрам детям совсем немного таких три года она не была у нас и приснился сон она мне сама его рассказывала что вот именно за этим столом вот и на техниче руку держит на нем она видит этот во сне этот стол и и этот стол говорит ну у нее там переживания были правильно она ходит туда или что ушла от нас то есть всегда были переживания завален ароматной рыбой и рыба вот такая прям такая ну прям красивая такая бочки там у этой рыбы и ей как будто говорят вот вот пища которую ты должна принимать вот она где лежит ты почему не здесь и она пришла к этому отцу там георгий по моему да у них здесь не недалеко стать и рыба это научном городе до рыба символ христианства и сказала ему что вот мне господь дает указание чтобы я опять шла в общину свою не там было и больше и кстати как она от нас ушла у нее начались вот с глазами вопросы вот эти до этого но не не так было а именно там все началось и она к нам пришла уже видела одним глазом ну и потом дальше там тяжелые были времена но ее возили постоянно я лично и постоянно возил и домой и заводили домой у нее дома были беседовали там когда она болела и так далее то есть мы старались не выпускать ее а да и когда занятия были у нас не в интернете еще а только выставляли их на канале выгнать тихо начать занятия занятия были у меня дома часто проводились и у меня там еще когда не было прихожей то такая широкая доска была к дому а тут уже были эти ну еще пола не было под полду и она все время боялась там проходить приходилось ее встречать чтобы провести она говорит я боюсь говорит у тебя доска доска была действительно широкая кто помнит приходил да ну вот и там стол стоял у нас посредине в зал большой и мы там проводили занятия это длилось ну годами так что она была завсегда тайка и занятия потому что она была недалеко иногда ее довозили у нее было один один или два раза занятия ее занятия проводили да ну реже конечно но мой брат постоянно на съемках был так что брат тоже и осталось все запечатлелось на камере если она что-то говорила то говорила существенная у ней была тяжелая жизнь почему отец ее умер 47 лет не пошел в колхоз что это такое но это не передать не пошел в колхоз и его мучили мучили налогами яйца но это и натихный знает уже все что шкурку щетинку со свинины вот она все это рассказывала она была в таком ну вот она хорошо знала какое было какая была тогда страна у нас ну сами понимаете с чем сравнивать кто не умеет не может сравнить то учите историю а ей было с чем сравнить и поэтому мы с ней на одной волне были в этом плане политические идеологическим она все понимала о чем я говорю многие не понимают когда мы начинаем говорить об истории нашей страны и отец умер она очень переживала и 18 лет она стала учетчицей ягода мастила тем людям которые приходили их раскулачивали там у них все это забирали вот это но отца его доводили до вот этого состояния когда он умер от изнеможения он умер от изнеможения не от голода просто он изнемог в трудах работал 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 хотел вывести семью четверо детей по-моему 4 и вот она осталась одна и рано вышла замуж и как-то все переживала об этом не хотела на такой жизни ну вот пришлось трудиться много чтобы поднять всех детей она старшая была работала она поваром таскала очень много говорит всегда всегда бачки всегда в столовой трудилась и это нашим детям напоминание о том что надо трудиться всегда его трудил до 85 лет даже на восемь шестом году она отошла к господу царствие небесное еще у кого слово есть на технике вам слово я на три части разобью выступление вот эту палочку кто знает что за палочка написано внизу 10 сантиметров колечко я сегодня там разбирал там оказывается запасная еще есть вот пришел проверил вот я сегодня смотрел даже никому не скажешь все знают при приятный радостно то говорит ничего нельзя сделать я уж не говорю чтобы в мужскую мерзость одевались горит женщина 22 6 таразаконе одевается мужскую одежда мерзок перед богом как идешь по улице одна мерзость течет некоторые вообще не знают что такое женская одежда второе кто положил на стол этот календарь сколько у тебя их там всего три себе один и два сюда кто видел такое нет но если человек разбирается так будет читать он поймет что не православный да а евангельский и вот здесь вот я специально посчитал на обратной стороне и не наклеивать надо пятьдесят три строчки это полторы почти страницы на нашей книге и здесь вот это это проповедь настоящая и легко понять что это не православное и все по слову божию те которые это делали они знали на чем будут спотыкать все люди что дескать это сектанты здесь нельзя сказать сектанты нужно сказать что я не разобрался немножко то с этой стороны с календарь и дальше прочитай крестьянский календарь 2022 года прошлого года иисуса распяли на все за наши грехи он заплатил цену за наши грехи вот это слово зашу цену православных нет этого я поверил в это и получил прощение грехов и дар вечной жизни если вы устали жить на возле и ищите свободу от своих грехов то уверуйте в христа спасителя распятого за ваши грехи и молитесь ищите на молитвой покаяния вот образец молитвы молитва покаяния отец мой небесный я признаю что жил без тебя и шел против твоей воли поступал по своим желаниям и нарушал твои заповеди прости мне все мои грехи я больше не хочу так поступать господи войди в мою жизнь дай мне помощи силу твою святого духа чтобы жить мне праведно верю что иисус христос сын божий умер за мои грехи воскрес из мертвых и приготовил мне место в царстве небесном аминь знаете вот это вот считать и вникнуть в это рождение свыше рядом будет стоять вот для рождения свыше вот это нужно принять без этого не бывает рождение свыше и далее до конца дочитайте христианские главные христианские праздники 1 января новый год и от рождества крестово 7 января рождество христово 19 января крещение господне 15 февраля сретение господне 7 апреля благовещение 17 апреля въезд господне в иерусалим 24 апреля пасха христова 2 июня вознесение господне 12 июня день пятидесятницы 19 августа преображение господне 25 декабря рождество христово по новому стилю нету ни одного благородичного потому что она не на стоя слова божия их нельзя упрекать в этом нет тут покрова а вот на обратной стороне когда считаешь чтобы человек не обратился он до конца считать даже не будет вот я кто может отпечатать и сохранить на память и благословить богу того человека который это составил это явно что не православный но душою православный второе где там брат игорь мне нужно одно стихотворение прочитать с максимальным выражением я почему-то подумал о тебе брат это вот книга называется церковь свобода тюрьма она у меня вот первая вышла и разошлась уже лет десять лет и когда вот это посылали это 18 и это 38 а 37 цвет цвет дайте остановить света внимательно надел коробочка это стихотворение здесь 312 тихотворение о которой готовим четырехтонник называется будет пропали в стихах там три тысячи четыреста неудобно мне а здесь 312 я тебе посвящу на днях ты ко мне мысль пришла до к эту разведлить на четыре счастья не расходите не расходите я вас прошу отстаньте 78 сихотворение это 83 году 19 августа просто войди вот и о чем писано последний раз остановись сейчас это просто считаешь думать о чем написано слово называется последний раз последний раз остановись сейчас последнее последний а последним какое слово вслушайтесь у вас не склонятся молитвы на колени прощальный луч последнего заката ночь звездная последняя идет последний крик у птиц зверей и гадов земной судьбы последний поворот последний взмах подбитого крыла и поворот истории последний на большее нельзя и не смогла последний конь и конь тут будет бледный как это страшно будет там но все что мир перестрадал в исканиях муки все позади настал за все расчет напрасно звать заламывая руки последний крик отчаянной мольбы о этот крик последней катастрофы все в прошлом все но может ли забыть тот крик оставленности распитой голгофы пойдет слеза последняя во тьму и утро новой встречи прояснится забудут глады ужасы войну но страхи всем иисусу поклониться невольники и пленники греха увидят бывшие возможности спасения все позади двенадцать на часах от прошлого разорваны звенья и будет миг последний моготы а дальше все не в мочь и не по силам никто не царь не вошь не богатырь не скроются на дне сырой могилы архангельские трубы потрясут моря и горы созывая всех пришла пора настал последний суд за грех неверия за отступление грех для грешников таким христос отобразится гнев пламенных очей меч в устах но день еще и время есть молиться без самой малости 12 на часах восемьдесят третий год восьмое августа ой девятнадцатый август сегодня понимать что книги с названием особо проповеди стихах не было нигде все они уже и за рубежом почему бог надоумел на это вот трехтомник мы молились и и получили сколько примерно преображение господи это на преображение написано сути страшно да на больше ста пятидесяти понятно то есть у нас размах совершенно нет до этого посылали когда полный комплект и заранее говорили трехтомника нету то есть он у нас есть но единицы где-то а сегодня запрашивают даже по нескольку ну когда мы убедимся что они не пропадут вот сестра этим занимается значит я об этом хотел сказать чтобы вы помнили и помогли молитвой у нас нет средств на это я стал говорить об издании там 50 экземпляров 100 и здесь типографии договорился и они отказались им главное чтоб тираж был больше даже хотя бы на 200 мы строгались с нами уже разговаривать будут вот который перевозили книги где издавались мажаясь за доставку только двести с лишним тысяч и поэтому издавать надо где-то здесь вот эти книги у меня за малом ну там она на сибирске остальные все изданы в горном алтае туда не можем никак связь установить что там у них и другой там был он не русский эдуард васильевич очень хороший директор этого я туда ездил их отблагодарил всех когда закончил это нам нужна молитвенная помощь постоянно кто ночью молится помоги господи издать мы бедные и нищие и мы признаем это помоги господи вот своей молитвой здесь молитва свои богат открывайте свои желания перед богом потому что многие пишут горит стихи написаны в пророческом духе я никогда об этом не думал но стал считать и вижу это не просто так рука водила вот говорят о проповеди да у меня проповеди был которая сохранились несколько тысяч тысяч и чем-то но было то сказано и несколько тысяч все не сохранилось в книгах когда она идет тиражом она сохраняется и она работает на сегодняшний день и работает как я сегодня уже работать бы не смог я отчитаю когда это стихотворение неужели это писал вот так писал писал за многое придется отвечать так что не забудьте о чем я говорил но если какой-то какая-то возможность ясно кто будет получать брать это там уже примерно сцена назначена кажется 7 с половиной будет стоить потому что около тысячи этих страниц будет 800 но если еще при приложим каждый здесь по 30 с лишним ну где-то туда да еще оглавление это данная на нас сейчас от нам не лежит вот взялись корректуру делать находить ошибки но уже потом его прокорректировали на остальное и 4 тома будет и по 2 корректоры половину сделали там за этим наблюдает и мне почти каждого раскидывает какой знак здесь правильно неправильно это делает только один человек из белоруссии с батей ирина очень обязательная сестра мы видим что сейчас где как делается через эти стихи многие могут задуматься о глубине веры которую дал господь всем и православным конечно тут православном духе и о святых поминаются и молитвах ну то есть о чем не говорится даже трудно вспомнить сказать и будет ли это издано тоже мы не знаем но есть буквально потрясение мне нужны фотографии неужатые я набрал их уже 480 и сегодня ночью у меня все вещи все доведены я их собирал несколько месяцев свои свои фотографии в разных местах где сохранили где неужатая ну почти 500 фотографий я лишился их сегодня я еще все надеялся что может быть как-то где-то нету их их нету я помолился поблагодарил бога поблагодарил и уже прошло несколько часов я вижу что по-другому со мной бог не мог разговаривать я вижу что есть попростее по простоте так и беру и господь показывает есть другое которое сегодняшний идет вот эти кто получил эти все они ваши странички я теперь могу брать я понял не без воли божия это было сделано я несколько месяцев собирал и собирал мне присылали кто фотографирует по малой но почти 500 и друг для меня это очень большое большая потеря я нигде не нашел и поисковик не находит и ничего не могу сказать или не хочу даже говорить буду искать кто помоги снимал фотографии мне на флешке принесите я договорился домуха надежда она горитя скачают принесу у кого есть фотографии светлые черно-белая но чтобы не были ужаты я не знал как у меня своих сохранилось 24 тысячи фотографий четыре тысячи двадцать четыре тысячи девятьсот кажется но они ужатые на моем мире а когда их ставишь в интернете более я могу только маленькими их делать иначе она там к пикселей эти говорит не хватает она расплывается это моя просто большая просьба второе уже и говорить то некому разошлись другим передайте вот эти вот святокопию что-то за ящики брошюры на основе александрович пащенко каждый день здесь печатает я посмотрел где-то около 14 названия может быть даже больше больше очень хороший крупный шрифт он все это делает а у него специально это зарплата даже нету как господь его несет поэтому кто может сколько как время есть возможность это ваш материал он пойдет дальше но на все здесь и семья и воспитание и окрещение он главное берет к истин православию из книги но из других книг где-то ниоткуда это наше так товарищ да не надо еще говорить я скажу ну вот моя просьба такая и вот это вот если кто-то бы взял но хотя бы уменьшен в виде сделать и показать как люди стараются и поэтому не отвергай то что до конца не знаешь но в одном селении было и бабушки собрались и говорят а у нас тут какие-то люди были ну ладно батюшка хороший и они давали нам брошюрки ну батюшка сказал кто не принесет защищать не буду и все принесли и он тут же во дворе сжег я говорю неужели никто не сохранил одна бабушка а я сохранила я не сказала я говорю баба ты могла принести принесу принесла я стал читать это издали евангельские христиане баптисты называется которая отделенная и там проповеди до того хорошие я их прочитал когда бабки мои когда что же батюшка сделал да отец василий говорил там плохое я говорю потому что он сказать не может от зависти только поэтому не торопитесь сжигать уничтожать то что еще не по зубам я посмотрел у них и как у них просто слезы это в моем доме было и родные могли читать и батюшка жук ты сожгла его голубушка все он не считал он знает что не православное от православное это еще не гарантия что все хорошо сегодня если разбирать по православному то сооружение с библии то мы 28 глав день апостолов остались когда когда люди разъехались дети разбирали ни одного места нет абсолютно я написал новая вера не связанная с евангелием вот мое мое слово чтобы быть и очень внимательны на самое золотое мы можем бросить я хочу еще раз поблагодарить кто организовал и кто ведет общение во свете библии сегодня вот ехал на службу и прочитал такие слова которые вот как бы открытие для себя сделал речь идет о благодати часто слышим благодать благодать и все мы ходим за благодатью на службу пошли за благодатью уже если священник благословен благодать на благодать благодать а что такое благодать вот брат пишет я начале прочитали что написал николай астахов благодать это благодать бог дарует благо какое благо укрепляет тебя в делу не заповеди дарует освобождение от грехов дарует изменение жизни это благодать а не то чтобы ты ощущал такие какие-то восторженные чувства ты можешь вообще ничего не ощущать или наоборот внутри себя может все восстать против но ты вопреки всем чувствам благодаришь бога это благодать тебе дает претерпеть искушение какие благодатные чувства были у его он потерял все и сидел в проказе его друзья поносили его и жена его искушала и он все выдержал это благодать он ошибка ошибка у него благо и пропуск дать я я понял не знаю может быть специально или нет но я для себя вот сразу ощутил как в открытие для себя сделал прежде всего ты благо должен сделать ты дать должен это благо а уже потом думать о своем благосостоянии слава христу и слава добро стою господь николаев который подверг меня к этому исследованию к этой мысли извините благодать переводится если пословлю это данная от бога даром спасения человеку вот что а там дальше уже какие-то рассуждения можно ты должен благо делать это другие места писания надо искать конечно а я не есть мы мы призваны делать добрые дела написано у коринфян у вас и кресту дорогие мои братья и сестры я хочу вас вспомнить помолиться чтобы господь даровал царство небесное о чем мы даже не сомневаемся о марии егоровне лапкиной имя которого носит который носит улица деревни потеряевка которая мама нашего брата игнатия и нашего брата батюшки якина она всегда вот когда бы я не был в нее вот что-нибудь непременно даст морковку или еще что-нибудь когда ну что у меня есть нет ты положишь за меня поклончик и конечно я полагаю за нее поклончик всякий раз когда стою на молитве вот и кроме того я помню но исполните мою маму тоже мария мария вот которая родила меня воспитала и которая привела вот мы вместе с ней пришли к богу господь привел нас обоих и сестру мою племянника вот и я вас я вспоминаю еще слова постоянно которые слышал от их на тихоныча что если хочешь сделать о себе поминовение то это нужно делать при жизни чтобы тебя вспоминали что ты это при жизни сделал не после твоей смерти что-то там такое и вот поэтому у меня давно уже много лет уже была такая мысль сделать это а себе поминовение я уже приближаюсь к финалу что называется возраста свое все равно возьмет как бы то ни было и и сегодня я хочу всех поблагодарить за те молитвы которые кто-то вознесет за меня после отхода моего из жизни земной брат дай пожалуйста эту посылочку вам благодать вам благодать а то еще какая благодать я прошу записывать кто получил чтобы поэтому по списку я не хотелось это сделать к пасхи вот прямо пасхальную но не получилось так а пришлось на на анти пасху но я думаю что все равно пасхальная пасхальная 40 дней у нас идут так что христос воскресе 16 апреля была годовщина с годами Иоанны Петровны еще годовщина да сейчас начали упоминание я вспомнила а брат Игорь хворает или в командировке хворает поклонного поклонного Христос воскресе я сам еще не видел это что здесь но я думаю что это пригодится всем нам вот здесь разлежьте а то порвется все непристойно так что здесь как думаете махнем не глядя как на фронте говорят что-то летит все что-то летят летят какие-то корабли все так хорошо поиски 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 не роботизирован а от души так сказать да зато интрига затягивается знаете самое интересное в этом все даже приходится закрывать специально да надо было успокоить конечно вы простите меня что я задерживаю вас давайте я следую нет нет это так все по-человечески господи мой господи помогайте да сразу что обязательно все что-ли я думал показать что-ли я не знаю не он хочет подарить кому подарить всем всем а а нет что-ли вы взяли что-ли для поминовения да а нет наверное все не взял раз вот подъем 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 и взяла ребятам да ты уже можно доставать а почему а а а не смыть пирожем Глобно вход распечатать остальное не важно Мишка, что это? Подрушник! 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 У меня никак. Зачем надо лежать? У меня вон подрушник лежит. Здесь и дома. Никак, не надо это. Не уважайте! Я не унесу его. Да у меня там есть подрушник. Дайте вот сестре какой-нибудь. А, это подрушник. Главное, подрушники явно для Сибири сделаны. Прям можно в снегу кланяться. Под колени. Под колени еще, да. И снегу в лубом тогда. Да. Разные цвета. Вот там сзади. Да, ну и под палетки, чтобы они как-то не были с другими. Потому что повторяются же. Чтобы не было... Проси дайте на всех детей. Зелененьки можно? Проси, пиши. Ты зелененький. Люблю я здесь. Да можно, конечно. Вот Андрею сейчас дай, подари. Один. И они тоже тут на всю общину, что ли? Да. Походу, да. Там еще одна коробка не стоит. Ааа, тогда что? Тогда я просто поподавил это. Вот красненькие, просто красненькие. Любит, Андрею. Ааа, спасибо. Кто любит красненькие? Походу еще одна динуса стоит. Ксюша, сколько дали вам? Дайте ручкам, девочкам дайте еще одну. Вон, вон. У Лены. У Лены. Выбирай себе. Лена, выбирай. Ну что, мне Коля любит красненькие. Да, Коля болеет. Я принесу ее, когда дай будет. Моя Коля. Кто говорит Driving is editing. Я приколко Белый Брюгант. Когда шанс vitam using the Расскажи subjective пунктов аминги. Я еще две. Как лены у нас есть entrелки? Сейфа-ланы. Виктор Андреевич, что же не с этого начали-то? Сколько братьев ушло без подноски? Я предлагал, я звал. Общение? Мы все нуждаемся в общении. Вадан или что? Голота, вадана, снега. Виктор Андреевич, сюда нам дайте. Да, держите. Держи, брат. Красота какая моя. Миша еще, еще. Еще одну. Для батюшки это? Да, старообрядцы из Москвы. Пошире прислали. Виктор Андреевич озаботился. Я озаботился своей душе, я же эгоист. Благословил Господь. Все по списку нашей общины. Три у меня. Три я записала. Дань, ты записала? Я вас своими не люблю. Валеру. Валеру. Валерий Жескардестен. Как написать Валеру? Валерий Жескардестен. Валерий Жескардестен. Лена, как хорошо, что у тебя твоя красственная жизнь, сказки в пище «Однодочном». Тебе везет, что ты словари не читаешь. Виктор Андреевич, брату Михаилу еще. А Михаил может? Тебе может брат другого цвета? Нет? Енаха, вот такой надо брату Михаилу, вот такой цвет. Она себе забрала. Виктор Андреевич, спасибо Воскресе. Спасибо Воскресе. Сестра. Мои сына Воскресе. Восторженная такая. Милашка достекла вот эту коленку себе, вот так. Сантиметров шесть. Прямо до мышцы. Чем-то хвостанула где-то. И бегает такая. Прибежала, она такая лежит. Лапку вытянула. На меня такая смотрит. У них мусор можно выкинуть. Ну и тут же это. Сестра, ты меня-то записали? Ветеринарку. Ветеринарку. Дядя ветеринар зашил. Где получили присутствующие? Зашил дядя ветеринар. Там еще остались? Осталось. Должно всем все поклон. Где поклон. Где поклон. Будет еще. Блежка. Может где-то под забором. Все. Раздавай. Ага. Тарасу земной поклоны шутил. Позвони Кресе. Галей. Скажи, так лучше все ты взяли. Нет. Душа. Христос воскрес. Военщину воскрес. Спасибо Христос. Все. Все. Пойдем. Благодатно, чистое. Алеши, благодатней, чистая Дева, радуйся. И по тереку радуйся. Твой Сын воскресе, длинная над гробом. И мертвые воздыгнувые люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалим. Слава Бога Господня на Тебе воссия. Ликуй ныне и веселись сегодня. Ты же чистая красуйся, Богородица. О восстании Рождества Твоего. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распорий, от беззакония, которые встанет, останови делающих зло. Просвяти правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих. Также просвяти и защити людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небережении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господь правит на суды Твоей на России за то, что оставили Тебя и Слово Твое излеченностью Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой должен оставить нас не признавать никаких иных богов вопия. Алла, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Семя, Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед Пресловом Благодати Твоей Божией. Соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Господь и Бог, Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Одинородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, и о незаповедавших. Коснись их сердец, ответь за им дверь примирения с Тобой, ибо за гробом нет покаяния. Тебе хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и заслышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Так, возьмите там покрывало, покройте клювы.